Аня Торова или Здравствуйте! Именно так традиционно по-ненецки поприветствуют вас на ямальской земле. Вот и мы приглашаем вас в город Салихард, который на несколько дней превратился в главный центр культурной жизни Уральского федерального округа. Здесь, в столице Ямала, прошел финал конкурса «Славим человека труда» в отрасли «Народные художественные промыслы». Согласно старинным преданиям, по территории поселения на Мысу, а именно так переводится с ненецкого языка название города Салихард, когда-то проходила главная священная дорога жизни народов Севера. Были среди них и настоящие мастера, которые передавали свои умения следующим поколениям. Несмотря на суровый климат, затяжные морозные зимы и весьма короткие летние дни, коренные жители сумели сохранить свой фольклор и мастеровые традиции, с которыми они знакомят сегодня всех, кто приезжает на Ямал и кого интересует народное искусство. Салихард – единственный город в мире, расположенный ровно на полярном круге. Полярная ночь начинается здесь с конца октября и продолжается примерно 6 месяцев. Рассветает к 10 утра и уже через пару-тройку часов начинает темнеть. В мае солнце в Салихарде и вовсе не садится. Оно спускается к горизонту и, не закатываясь, продолжает свой путь по небу. Вот такая она жизнь на полярном круге. И по давней доброй традиции все гости, впервые ступившие на Ямальскую землю, в знак единения с силами добра, взявшись за руки и загадав желание, пересекают символичную черту полярного круга. Ну а какое может быть желание у мастеров, равных которым на Урале еще и поискать надо? Большинство из них приехало в Салихард, чтобы победить. В финале конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» принимает участие 33 лучших народных умельцев из 5 регионов Уральского федерального округа – Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, а также Ямала и Югры. У края света, у края мира, и у берегов великая миг, возьмемся за руки. Такого наплыва мастеров Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс не видел уже много лет. Самые опытные мастера по изготовлению традиционных кукол, резчики по дереву и косторезы вновь собрались вместе, чтобы помериться своим талантом, а также умением работать быстро и качественно. В 2018 году в финале конкурса «Славим человека труда» Югру представили 9 народных умельцев. Это мастера по художественной обработке дерева – Сергей Кечимов, Анатолий Водичупов и Сергей Лукьянчиков. Мастера по художественной обработке кости или рога. Самый молодой участник конкурса – Вячеслав Симкин, Анатолий Пельментиков и Александр Сайнахов. Наконец, мастера по изготовлению традиционной куклы – Галина Шиянова, Ирина Бобова и Екатерина Смирнова. К сожалению, по разным причинам не каждая территория Уральского федерального округа смогла подготовить народных умельцев по всем номинациям, а Курганская область вообще не представила на конкурс своих мастеров. Одна из самых популярных номинаций – это изготовление традиционной куклы. Каждый из мастеров представляет свою уникальную культуру – русскую, хантыйскую, татарскую или немецкую. Но как тут выбрать лучшую куклу и выделить мастера – подлинного хранителя и ценителя народных традиций? Вот это задача не из легких. Галина Шиянова мастерит семью из традиционных кукол – Акань, и при этом сама работает в хантыйском костюме. А вот другая конкурсантка, представляющая югру – Ирина Бобова – в одежде русской барышни пробует сделать куклы-обереги. Они не только охраняют семейный очаг, но и обладают способностью выполнять желания. Это мотанки. Они делаются одним способом. Одной нитью закручиваются. Из тряпочки формируется голова, руки, ноги. Все на одной нитке. Екатерина Смирнова из Урая участвует в финале конкурса «Славим человека труда» уже второй раз. В 2016 году она уже боролась за победу с лучшими мастерами УРФО в номинации «Лучший мастер по традиционному костюму» и заняла второе место. Теперь умелица пробует себя в изготовлении традиционных кукол. Это сложная композиция из 12 фигурок, символизирующих представителей разных национальностей, которые сегодня проживают в игре. Довольны тем, что сделали? В целом да. Конечно, присутствуют такие определенные моменты, мелочи, которые более тщательно хотелось бы проработать. Но именно для таких кукол это, которые уже сидеть и вылизывать прям каждую куколку. А для такой большой композиции очень даже хорошо. Всего же в кукольной номинации соревновалось 11 мастеров. Из них один – представитель сильного пола. Шейдула Хамедуллин, который одинаково хорошо может шить традиционную татарскую одежду и мастерить по дереву, нечуть не стесняется признаваться в любви к куклам. Ведь они – всего лишь маленькая копия людей. Здесь историю надо изучать, много знать. И вообще до глубинных веков доходишь. Это очень интересно. Поэтому мне так… Как Высоцкая, лучшие горы могут быть только горы, на которых я не бывал. Мне просто интересно. Если я занимаюсь, это интересно для меня. Я не могу остановиться. Одновременно с мастерами по куклам соревновались и резчики по дереву. За победу в этой номинации боролось 13 мастеров. За 4 часа им необходимо было изготовить традиционное блюдо. Время-то все равно ограничено. 4 часа. Должен за это время сделать блюдо. Одного просто тарелка, другой должен еще нанести орнамент и плюс. У каждого региона есть свои особенности, свои традиции. И вот тут есть еще момент. Либо это действительно задача традиционного блюда, да, создания. Либо уже какой-то конкурс того, что ты за это время совершаешь какой-то там творческий акт и выдаешь свой авторский продукт на основе традиций. Так надо же традицию, чтобы она жила, ее надо трансформировать на новое время, в новый этап. Ну, чтобы людям было интересно. Этот вечный спор мастеров и членов жюри создавать творческие работы в строгом соответствии с традициями или привносить в произведение авторскую индивидуальность, используя современные техники и приемы, не утихает до сих пор. Мнения разные. Но именно от членов жюри в итоге зависит, кто станет лучшим из мастеров. Если говорить о традиционности, ну, не было наждачной бумаги в тундре. Но мы живем сегодня, конкурс проводим сегодня. Если мастер, в принципе, в основном применяет традиционные инструменты, традиционные навыки, если он помнит, как строгал его дед, почему не разрешить ему сейчас, ну, попользоваться этой наждачной бумагой сегодня? Чтобы, ну, работа стала более симпатичной, чистой, качественной. Не знаю. Наши мастера, они понимают, что такое традиционное изделие, каковы приемы работы традиционные, а не использовать пилу, наждачную бумагу. Понимаете, вот я как член жюри хожу, записываю у кого какие промахи в познании, что такое традиция и традиционные приемы. Поэтому вот я радуюсь за наших мастеров, которые вот эти традиции не нарушают. Как не нарушить пропорции и, наоборот, передать всю красоту дерева, уделив внимание каждой детали, знает представительница народа ханты Наталья Толегина. С детства она влюбилась в запах древесины, наблюдая за работой отца, делающего домашнюю утварь. Подражая ему, мастерица со временем научилась создавать из цельного дерева такие произведения искусства, что многим мастерам повторить такое просто не под силу. Мне интересен сам процесс работы. Вот берешь кусок древесины, само дерево подсказывает, что из него может получиться. Достигнуть, сделать то, что ты хотела, свой замысел выполнить в дереве. Свой замысел в дереве сумел воплотить югорский мастер Сергей Лукьянчиков. Еще задолго до начала конкурса он знал, что представит членам жюри праздничное вологодское блюдо, которым когда-то пользовались зажиточные семьи Березовского и Октябрьского районов. Это блюдо перекочевало таким образом. Мужики Октябрьского района, Березовского района, брали в жены вологодских девчонок. И вот эти девчонки приносили свою утварь. Это же посуда. А посуда с кем связана? Женщина. Женщина готовит, женщина подает. Для большинства конкурсантов их ремесло – это не просто любимое увлечение, а заработок. Делая традиционные вещи и предметы на заказ, они таким образом выживают. Особенно в деревнях, где работы почти нет. Я этим живу. Это моя просто жизнь. Я другим ничем не могу заниматься. И живя в такой культуре, и как бы не показать и не рассказать людям, что на самом деле до сегодняшнего дня есть вот такая культура ханты, и есть такие традиционные изделия, которые выполняются вручную. И на самом деле для меня это очень радостно, что такие мероприятия есть. В номинации «Лучший мастер по художественной обработке кости и рога» традиционно пальму первенства держат мастера из Ямала и Тюменской области. Конкурировать с ними просто невозможно. А вот сумеют ли конкурсанты из других регионов Уральского федерального округа доказать, что лучшие костарезы живут не только в Салихарде или Побольске, мы с вами скоро узнаем. В отличие от благородного стука топора по дереву, звук работы бормашин раздражает и напрягает слух. Но мастера не замечают ни шума, ни пыли от работы с костью. Привычка. В Тобольскую костарезную фабрику Михаил Турышев пришел в 2012 году. А уже сегодня он создает такие изделия из кости, что позавидовал бы каждый. В качестве конкурсного задания Михаил вместе с другими мастерами изготовил рукоять для ножа. Традиционно в Тобольске именно навершие в виде мордочки какого-то животного я решил немного усложнить. Объем сделать именно так выразить, чтобы как-то она отличалась от других работ. Это именно то, от чего я получаю удовольствие. То есть я делаю то, что мне нравится. Это любимая для меня работа. В результате творческих состязаний лучшими мастерами по обработке кости и изготовлению традиционной куклы Уральского федерального округа стали Михаил Турышев и Людмила Шатохина, представляющие Тюменскую область. Югорские мастера завоевали две награды. Анатолий Пельментиков стал третьим среди косторезов. А в номинации «Лучший мастер по художественной обработке дерева» жюри подавляющим большинством голосов присудила победу Сергею Лукьянчикову. Сохранение, развитие и популяризация национальных традиций, повышение престижа профессии в сфере народного художественного творчества. Вот для чего проводится конкурс «Славим человека труда». Мастера из года в год доказывают необходимость своей профессии как неотъемлемую часть общей культуры, без которой невозможно было бы, сохраняя традиции, развивать народные художественные промыслы и ремесла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова